Получается, ты подгоняешься Дудаеву, а не Аллаху, несмотря на довод. Фрош Эма. Получается, что ты идиот. Вот что получается. Прохожий. За атеизм в исламе предусмотрена смертная казнь. Как ты к этому относишься и как будет с этим в свободной Ишкири? Это неправда. Не за атеизм, не за любые иные религиозные или нерелигиозные убеждения в исламе смертной казни не полагается. Это все ложь. И атеисты, и христиане, и иудеи, и другие приверженцы других конфессий, они спокойно и свободно проживали на территории исламских государств во времена Амиядского, Абасидского и Османского халифатов. И не было с этим никаких проблем, никого не казнили. Поэтому это ложь. У тебя неверная информация. И разумеется, в Ишкерии и жили свободно, и христиане, и атеисты, и иудеи. И я надеюсь, будут они так же жить. Передаются слов Абу Зара, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Бойся Аллаха, где бы ты ни был, вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрет собой дурное. И придерживаясь благонравия в отношениях с людьми. Абу Халид. Также пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, говорит благое или молчит. И пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, оказывает уважение своему соседу. И пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, хорошо принимает своего гостя. Получается, ты поклоняешься Дудаеву, а не Аллаху, несмотря на довод. Фрош эма. Получается, что ты идиот. Вот что получается. Ты просто идиот. Как можно было подобное сказать? Ты для начала изучи, что такое поклонение. Что такое, что называется поклонением, айбадой. А потом пиши подобные дебильные комментарии. Приветствую Тумсо, оцени и выскажи свое мнение по бездумному заявлению и о президента Казахстана по поводу Крыма. И еще одно. Какие страны из бывшего СССР больше всего помогали и признавали Ичкерью в 90-е? Я не в курсе насчет заявления президента Казахстана по поводу Крыма. Я не знаю. Какие страны из бывшего СССР больше всего помогали и признавали Ичкерью? По поводу признания Ичкерии из бывшего стран СССР, это была только Грузия. Первый президент Грузии Гамсахурдия признал Ичкерию независимым государством. Признания больше ни от кого не было. Но из бывших стран СССР, наверное, также стоит отметить, что не на каком-то там, наверное, таком межгосударственном уровне, а скорее на таком подпольном уровне, но, тем не менее, определенную поддержку мы получили от Азербайджана. Опять я повторю, не поддержку в том плане, что там оказывалась какая-то помощь оружием финансовым и так далее, нет, но многие воины Ичкерии лечились, проходили лечение на территории Азербайджана, реабилитацию и так далее. Конечно, это не что-то такое, о чем можно официально говорить. Нельзя сказать, что это заслуга Алиева и прочее. Но и в то же время нельзя сказать, что он как-то это активно пресекал. В любом случае, как бы, надо это отметить, что немалая часть чеченских воинов на тот момент и даже их семьи, они находились в Азербайджане, лечились, проходили какое-то серьезное лечение, операции, реабилитацию. И в любом случае, это была какая-то поддержка. Саламу алейкум, брат Тумсо. Не в тему, но у нас в Азербайджане, на моих глазах, в 2012 году человеку не начали делать операцию только потому, что не хватало 200 долларов, а сама операция стоила 8700 долларов. Люди клялись, оставляли телефоны, отдавали золото, умоляли начать операцию, должны были подвезти деньги, но нет. Алейкум ассалам. Это, я не знаю, как это прокомментировать даже. Ассаламу алейкум. При президенте Эль-Чебей Азербайджан на госуровне поддерживал Дудаева. Мой родной дядя рассказывал, как они грузили оружие для отправки в Чечню в 92-м-3 году. Алейкум ассаламу араму атула. Да, я когда сейчас говорил о поддержке, я говорил о второй войне, не о первой. Во время первой войны там было немножко другое положение, но опять-таки, насколько я знаю, это не на официальном уровне. То есть, не так, что официально, там, Азербайджан отправил, не так. Это такие, подковерный, так скажем, уровень. Алексей Пилот. Добрый вечер, Тумсо. Ты пересматриваешь свои стримы. У тебя срабатывает автофокус, когда ты резко наклоняешься или активно жестикулируешь. Можно ли закрепить фокус камеры? Добрый вечер. Да, я, кстати, замечаю, что такое происходит, но при этом я не могу не жестикулировать, поэтому ничего страшного. Закрепить жестко автофокус, насколько я знаю, нет, нельзя на этой моей камере. Она специальная камера для стримов. Здесь фокус именно автоматический. Аксель Пилот. И еще тебя тяжело слушать с телефона. Ты иногда так тихо говоришь, подводишь к теме, приходится выкручивать громкость, а потом ты гневно взрываешься очень громко. Можешь как-то выравниваться. Нет возможности всегда слушать тебя со стационарного компьютера. Спасибо за внимание. Аксель Пилот. Нет, такой возможности у меня тоже нет, потому что я человек. Я тоже подвержен эмоциям. Я не могу вот так вот сесть и монотонно, выдерживая свой уровень голоса на одном уровне, разговаривать. Это было бы странно. Я думаю, так и неинтересно было бы меня слушать, если бы я был бы вот таким весь, всем искусственным, продуманным таким каким-то. Я обычный человек, и где-то у меня, я могу поддаться эмоциям, где-то гневаюсь, где-то успокаиваюсь. Но есть решение этой проблемы, если ты будешь использовать наушники. Я думаю, тогда тебя никто из окружающих слышать не будет. Балабол Тумсо. Тумсо, азалам алейкум. В Вике написано, что у твоего брата при обыске полиция нашла флаги Чараи. Какая отмазка у тебя на этот счет? Германия из Зелема Хангашвили, наверное, выслала диплом... Из-за Зелема Хангашвили выслала дипломата в Российской Федерации. Это гамбургер постарался или ты? Что ты знаешь про Нухаева Хожа Ахмеда? Есть какая-нибудь инфа? Алейкум ассалам. Я не понял, что значит у моего брата при обыске полиция нашла флаги Чараи, какая отмазка у тебя на это счет? А как я это должен отмазывать? Я что-то не понял. Разве это нужно как-то отмазывать? Да, у моего брата дома были несколько флагов, наших государственных флагов в Чинской Республике Ичкери. И они были изъяты. И там они собирались какую-то экспертизу проводить. Там типа... Ну есть определенные проволочки там правовые. Они не могут просто взять флаг и сказать, а это флаг Ичкери. Они должны провести экспертизу там и прочее, в общем. Остальное, я думаю, не стоит даже комментировать по поводу высылки этих дипломатов. Я имею в виду, что там не я, не гамбургер, никто иной этого не сделал. Это провели расследование, выявили и в соответствии с тем, что они выявили, они приняли какие-то меры. Единственное, я, конечно, очень рад тому, что это произошло. Я благодарен немецким властям за то, что они провели это расследование и выслали, приняли какие-то меры. Единственное, я надеюсь, что на этом эта ситуация никак не уляжется, что будут приняты еще какие-то более жесткие меры. И самое главное в этой ситуации, я надеюсь, что из-за этого они сделают правильные выводы. И те люди, которые нуждаются в убежище в их государстве, этим людям будет предоставлено это убежище. Потому что история с Зелимханом Хангашвили показала, что без этого убежища человек становится более уязвим. Он не может сам себя защитить, он не может передвигаться по этому миру свободно, как-то создавая дополнительные проблемы для потенциальных киллеров. И если они будут давать людям эту возможность защищать самих себя, то, по крайней мере, это будет выгодно и для самой Германии. Я убежден, что политические убийства на их территории, им это невыгодно, однозначно. Поэтому я надеюсь, что будут сделаны правильные выводы. И в целом эта ситуация как-то положительно скажется на соискателях убежища в этой стране. Тех, кто действительно заслуживают, я имею в виду. Они такие, как Дугазаев, Агаев и иные, у которых нет никаких проблем в России, но при этом Германия им предоставляет эту защиту. Субтитры создавал DimaTorzok